Впервые с работы избирательного участка Юлия Одинцова познакомилась в 2020 году, когда вся страна голосовала за поправки в Конституцию Российской Федерации. Тогда в качестве наблюдателя она неделю тесно взаимодействовала с членами УИК и прониклась атмосферой. Слаженная команда. Именно так Юлия характеризует работу своих коллег. В этом году нашей героине предложили продолжить путь в избирательной системе и войти в состав УИК 3622 в качестве секретаря. Первые для нее выборы в новой должности состоятся в сентябре. Буду агитировать людей, чтобы голосовали, приходили, чтобы и голос действительно был зачтен, а не так, знаете, как у нас люди могут говорить. Я не пойду, это все так, мой голос ничего не решает. Приходите, ваш голос, каждый голос что-то решает. Не будьте равнодушными к тому, кто пройдет в Московскую областную думу или в Государственную думу. В состав представителей участковых избирательных комиссий тщательный отбор. Попасть туда не так просто. Эта работа отнимает много времени и требует массу личностных положительных качеств. Общительность, дружелюбие, стрессоустойчивость. Избирательная система – это в первую очередь люди, которые напрямую влияют на результат любых выборов. Всеми этими качествами, по мнению коллег, обладает Юлия Одинцова. Я ей доверяю как себе, а очень важно иметь в команде людей, которым доверяешь. Потому что это надо и печать оставить, и документы какие-то. И есть такие моменты, люди никогда не задумываются об этом, что на самом деле это просто труд. Мы не принадлежим никакой партии, мы не занимаемся агитацией, мы просто исполняем свою думу и работаем. Да, нелегко будет, нам всем будет нелегко, но команда дружная, все поможем. В состав избирательного участка 36-22 входят 11 человек. У ИК располагается Видновской детской школе искусств и пользуются большой популярностью. В сентябре здесь пройдут выборы депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Подготовка к голосованию начнется за два месяца. Председатель участка рада пополнению в рядах своей команды. Уверена, что сделала правильный выбор в пользу Юлии Одинцовой. Избирательная система выбора, они всегда связаны с большим количеством общения с гражданами. Все у нас люди разные, каждому нужен индивидуальный подход. И, конечно, член комиссии, он должен быть как раз таким человеком, который, несмотря на настроение, на настрой избирателей, может корректно и доступно все это объяснить. Тем более, что за плечами Юлии многолетний опыт общественной деятельности. Проявила себя в период изоляции 2020-го. Занималась волонтерской деятельностью. Сейчас входит в состав общественной палаты и возглавляет комиссию по благотворительности. Является членом ассоциации председателей многоквартирных домов. Мне эта общественная работа очень понравилась. И я поняла, что она займет какую-то нишу в моей жизни. Почему нет? Если есть возможность, то мы поможем. Предстоящие выборы состоятся в условиях новой реальности в связи с эпидемиологическими ограничениями. Важно обеспечить безопасность здоровья избирателей. Все участки Ленинского городского округа соответствуют санитарным правилам. Голосования за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы пройдут в течение трех дней – 17 по 19 сентября. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.